Добрый вечер, это новости. Меня зовут Артем Липин и я коротко расскажу о главных событиях сегодня. В ближайшие дни на латвийско-белорусской границе начнется строительство забора из колючей проволоки протяженностью в 37 километров, рассказала министр внутренних дел Мария Голубева. Она напомнила, что длительные задержки в процессе строительства возникли из-за существенных нарушений, которые были выявлены при возведении забора на границе с Россией. На вопрос о расходах на возведение забора Голубева ответила, что точное число она назвать не может, но это могут быть несколько миллионов евро. В настоящее время агентство планирует начать строительные работы в середине сентября и завершить их к концу октября. Часть попросивших в Латвии убежища иностранцев размещены в помещениях Министерства внутренних дел в Юрмале. Подтвердило управление по делам гражданства и миграции. 46 соискателей убежища размещены в комплексе зданий МВД в Дзинтри. Преимущественно это граждане Беларуси и Афганистана. Они перемещены в комплекс зданий в Дзинтри, чтобы сохранить мощности центра по размещению беженцев в Муциньеке. На случай, если в Муциньеке в ближайшее время придется разместить дополнительных заискателей убежища. За сутки в Латвии зафиксировано 354 новых случая COVID-19. Уровень заболеваемости достиг 159,3 случая на 100 тысяч жителей за 14 дней. Поскольку заболеваемость COVID-19 растет, Витзмская больница с понедельника 6 сентября готовится снова принимать пациентов с коронавирусом. По словам медицинского директора Витзмской больницы Инги Озолыни, согласно решению Государственной оперативной медицинской комиссии, с 15 июля Витзмская больница не принимает и не лечит пациентов, инфицированных COVID-19. Поэтому они были переведены в университетские клинические больницы. «Принимая во внимание предыдущий опыт, теперь мы можем в течение нескольких дней подготовиться к приему и лечению пациентов с COVID-19», сказала Озолыни. В Риге в кинотеатре Splendid Palace начался показ фильмов международного фестиваля документальных фильмов «Арт-дог-фест Рига». Зрители смогут увидеть ряд картин «Арт-дог-фест», которые должны были быть показаны еще в прошлом году, но из-за пандемии фестиваль в запланированные сроки провести не удалось. Вниманию зрителей будет предложен 31 фильм разных стран мира. «Арт-дог-фест Рига» пройдет с 3 по 9 сентября. Вход на сеансы только с COVID-сертификатами. В результате рекордных осадков в Нью-Йорке затопило метро. Очевидцы запечатлели на видео удивительные кадры. Стена воды у платформы поезда и настолько затопленные вагоны, что пассажирам пришлось стоять на сиденьях, пишет The New York Times. В четверг в связи с ураганом Ида в Нью-Йорке было объявлено чрезвычайное положение. Согласно последним данным, в Нью-Йорке и его округе буря унесла жизни 45 человек. И о погоде в Латвии. На выходных на территории Латвии будет облачно с прояснениями. Ночью возможны заморозки. Температура воздуха составит от 11 до 14 градусов тепла. Спасибо за просмотр. Главные новости дня вам рассказал Артем Липин.